И так, видите, тема отношений, тема любви очень сложная. И сложность усугубляется еще тем, что у человека заложена в психике одна страшная штука. Он верит в любовь как награду, а не как труд. Очень сильно верит каждый человек. Каждый человек очень сильно в это верит. Понимаете? И эта любовь как награда, это яд, который разрушает жизнь каждого человека. Потому что такой любви нет в природе. Она бывает только на время, потому что Бог соединяет людей для того, чтобы создавать семьи. А если человек сильно верит в любовь как награду, он даже семью создать не сможет. Если женщина сильно ждет мужчину, сильно хочет замуж, то она в этих ожиданиях теряет себя. Вот представьте, она дождалась, допустим. Что тогда? Тогда происходит несколько вещей сразу. Первое. Она унижается перед ним, потому что боится потерять. Второе. Она очень сильно теряет равновесие. Она начинает капризничать, обижаться, плакать постоянно. При любом неправильном поступке, как ей кажется. Она опять же, потому что она боится потерять то, что она любит. Все это вызывает очень неприятное ощущение у мужчины. Потому что ему-то надо от женщины совсем другое. И надо, чтобы она была достойной, жизнерадостной. Чтобы она бешлоила себя, ну, не капризно. Понимаете? Чтобы приносило счастье ему надо. Но она в таком состоянии, в таком счастье не приносит. Встать ее бросает. Скажите, а можно сильно любить и не терять себя? Если это любовь, как награда, невозможно. Вот если тебе за так что-то дают, и вот за так потерять себя, не потерять себя невозможно. Человек выходит из равновесия. Он или сильную радость начинает испытывать, или сильную печаль. И все это разрушает ситуацию. Вот представьте, допустим, вас решили познакомить с президентом страны. И вам надо вести себя достойно с ним. Тогда им будет с вами интересно поговорить. Но так как вас знакомят с ним, ситуация может вызвать два чувства. Первое чувство страх. Второе чувство сильную радость через мир. Оба чувства выведут человека из равновесия. Он не будет интересным. Для того, чтобы ему было интересно, президенту страны, надо, чтобы человек, который с ним общается, вел себя по-доброму, уважительно и самодостаточно, чтобы он не зависел, понимаете, не зависел от тебя. А это очень сложно. Не воспользоваться, так сказать, моментами. Но когда человек пытается воспользоваться моментом, это становится неприятно. Неприятно. Почему мы пытаемся все время воспользоваться? Потому что мы такие, мы эгоистичные по природе. У нас не хватает сил быть самодостаточными, любить правильно. Мы будем завтра говорить о чувстве собственного достоинства. Что это такое? Без него невозможно любить нормально. Оно само по себе не возникает, от того, что ты себе внушаешь, как психолог говорит, я самая обаятельная, привлекательная, я самая обаятельная. Это не поможет. Чувство собственного достоинства формируется в результате правильной направленности веры человека. Человек должен научиться реально любить Бога, добрых людей, природу и быть наполненным в сердце. Надо быть наполненным. И свою наполненность, когда человек наполненный, вот у меня был такой случай, одна девушка молилась, молилась, чтобы муж вернулся. Она прошла все стадии. То есть, она успокоилась сначала. Первая стадия победы над собой. Потом у ней начались общения. Начала общаться с ним. Простила его. Несмотря на его измену, она простила. Начала общаться по-доброму. На третьей стадии у него поменялось отношение к ней. Все три стадии прошла. Но на третьей стадии она начала думать, раз я такая сильная, могу вернуть этого мужа назад. Зачем он мне такой гнилый нужен? Я себя в тысячу раз лучше найду. Она стала сильной в результате работы над собой. Но есть еще четвертый шаг. Это пожертвовать себя близкому человеку. Вот сильно ты встал, обычный человек сильный стал, он как бы ему так нормально. Чего париться? А надо вот париться. Надо отдать себя близкому человеку. Служить ему. Несмотря на самодостаточность. И вот тогда начнется любовь. Но люди не знают, зачем. Если я и так все уже имею, зачем мне кто-то нужен? Видите, как непросто все. Один молодой человек подошел к своему наставнику и говорит, «Знаете, я уже от жены все принял, все вытерпел. Мне нормально с ней, спокойно. Но как бы мне от нее ничего уже не надо, потому что я уже всего добился сам внутри себя работать над собой». Он говорит наставник, «Может мне в монахи пойти? Чего мне с ней жить-то? Мне неинтересно. И вообще как бы мне от женщины ничего не надо». И учитель ему сказал, «Вот теперь ты сможешь быть счастливым в вечной жизни». Если ты захочешь просто человеку отдавать свою любовь, ну то есть сделать то ему, что ему нужно в жизни, тогда ты станешь счастливым. И когда ты хочешь от него чего-то, это врождает разрушение любви. Все скандалы не из-за того, что я сильно хочу служить, а из-за того, что я чего-то хочу от человека. И это разрушает любовь. А надо стать настолько сильным внутри, чтобы ничего не хотеть. Это непросто. Даже если ты что-то хочешь, то ты должен быть сильнее этого желания. И тогда ты сможешь получить любовь от этого человека. Потому что любовь как ожидание, любовь как награда, которой мы ее хотим, вот просто как ожидание, она сама по себе разрушает любовь. Вот если я жду любовь от кого-то, это вызывает протест в сердце. Все. Мама ждет от сына любовь к женщине. Или от дочери. Вызывает протест это сразу у нее. Ей неприятно, что мама хочет наслаждаться любовью, которая идет от дочери. Все, сразу протест в сердце. А если я самодостаточная, то ее потянет назад дочку. Понимаете? А это не просто быть самодостаточной. Для этого надо думать о Боге, молиться больше. Наполняться природой тоже. Это божественная вещь природы. Понимаете? Непростой путь. Но чтобы его пройти, надо сначала понять, как любовь действует. Это очень сложно понять. Вот я вроде все объяснил, все равно многие люди ничего не понимают. А что у меня-то плохо? Почему у меня ничего не получается? Может, я не с тем человеком живу? Вроде служила ему, заботилась. Вопрос, в каком настроении. Вот, допустим, ты приготовил ему покушать. И ты веришь не в Бога, а в Него. Это значит, что ты от Него ждешь благодарность. Ты ждешь благодарность, и его отшибет. Он поест не будет. Говорит спасибо. Потому что это очень тяжело, когда от тебя чего-то ждут, и это делать. В любви. Можно просто сказать спасибо, но без любви. А если любовь, то она должна быть свободной от насилия, от требований. Я когда эту тему обсуждал, одна женщина пошла мне цветы дарить. Пошла прям. И я навстречу в ней побежал, раз, цветы у нее беру, она отдергивает. Я опять беру в ней, прям вытаскиваю, вытаскиваю из руки, она поддергивает. Поддергивает, села на место, такая сидит цветами. Говорит, Олег Геннадьевич, я вам потом подарю, когда вы успокоитесь. То есть я просто показал пример. Вот человек даже реально благодарен, цветы даже купил, деньги истратил, чтобы подарить. Так сильно благодарен, никто не подарил. Почему? Потому что я побежал выхватывать цветы. Энергию любви оборвал. Ну то есть любовь, она бывает раз, бывает старше, младше, любовь, не обязательно только. Какие-то неправильные виды. Итак, давайте изучать тему глубже. Вот смотрите. Когда человек видит божественно в другом человеке, видит божественно, и не понимает, что это от Бога в человеке, путает Бога с человеком, это называется сильно влюбился. это всегда разрушает жизнь в отношении. Всегда разруха, потому что ты перепутал человека с Богом. Он не отдаст тебе то, что Бог тебе должен отдать. Если ты так на него настроен, а как настроен, сейчас мы песню послушаем, то он тебе назад это не отдаст, потому что он не Бог. Он не может тебе это подарить назад. невозможно. Понимаете, как это, что это за настроение? Это хорошее чувство, понимаете, я сейчас не против этой песни, это супер чувство. Но надо в этом чувстве к человеку понимать, что это все идет от Бога. Надо не в человека верить, а в Бога верить, что это божественное дано человеку божественно. Надо понять, что в этом человеке есть еще и человеческое, то, что меня будет мучить, не то, что я всегда буду летать в облаках с этим человеком. В сказках ЖК говорит, сказки конец, а кто слушал, молодец. Они стали жить, поживать. Дальше ничего не объясняется подробности. Потому что пока знакомились, была сказка, а потом началась жизнь. Добра наживать, да, в лучшем случае. Это так, ну, чтобы мы верили в это. Итак, слушайте. Что такое вера в человека? Это, еще раз повторяю, это правильно, любить так. Но надо понимать очень при этой любви, очень понимать, что это человеку не принадлежит. И тогда любовь можно сохранить. А если человек этого не понимает, он ослеп, он верит в человека, зависит от него, то он все теряет. Кто приносит мечты, Бог приносит мечты. Кто волна и парус, кто Бог. Мужчина, через него это все идет просто. Не путайте. Иначе будет вот что. Еще одна песенка. Надолго это может быть. Надолго. Понимаете? Надолго на всю жизнь человек может попасть в такую засаду, что он это будет вспоминать всю жизнь и отравить себе жизнь с тем человеком, с которым он сейчас живет. Он будет тайком жить в этой памяти о том, что вот это чувство у него было в жизни. Не понимая, что это чувство на самом деле, чувство разлуки с Богом. Мы с Богом разлучены. И вот это вот чувство счастья, это Бога подарок нам. Мы не понимаем просто, что он через человека идет. Понимаете? И это чувство, которое вы испытали в своей жизни, от Бога было, а не от человека. Нельзя путать человека с Богом. Нельзя. Надо разобраться в этой теме. Кто нам что дает. Если тебе Бог дал человека, это хорошо. Если ты видишь в нем божественно, это хорошо. Это Бог тебе показывает. Зачем? Чтоб ты потом это всю жизнь вспоминал и служил этому человеку так, как ты увидел его первый раз. Один послушник к наставнику приходит, говорит, как мне свою жену любить всю жизнь? Он говорит, ты должен вспомнить сейчас, что ты видел в ней, когда ее встретил в первый раз. Какое чувство, какие качества. И должен ее такой считать всю жизнь и так ей служить всю жизнь, как ты ее увидел. Это самое главное в ней. Это от Бога в ней. Но это надо делать из чувства долга. Не потому, что ты как бы ослеп от этих чувств, этому ты служишь. Ты уже забыл это все. Ты ругаешься теперь с ней. Ты уже не помнишь это чувство, которое ты видишь. Потому, что еще раз повторяю, если бы это чувство было слишком сильным, вот как в этих песнях поется, тогда ты и с мести жить бы даже не смог. Она бы не выдержала тебя вообще. Вообще бы не выдержала. Понимаете, поверила и больше ничего. Потому, что если бы не поверила, а поверила до этого Бога, к человеку относилась по сдержанию, поспокойнее, хоть и увидела в нем божественное, тогда бы создалась семья. И в этой семье ты бы была немножко униженной. Потому, что все равно, когда ты такое чувство испытываешь, он к тебе такого же чувства испытывать не сможет. Потому, что такое возможно только у святых людей. Если энергия любви потекла сильно между людьми, вот она сильно течет. Если два человека бескорыстно отдают ее эту энергию, тогда она будет течь сильно в обоих. А если ты влюбился в человека сильно, и хочешь наслаждаться этой любовью рядом с ним, тогда ты у него ее будешь вытаскивать из сердца. И поэтому, даже если ты сохранишь отношения при такой сильной влюбленности, то он будет тебе отдавать любовь. И если ты хороший человек, он будет рядом с собой тебя терпеть. И ждать, когда у него самого появится то же самое чувство. То есть он для себя будет жить. Ждать. А если он не дождался, то он будет уходить от тебя. Допустим, девушке, поднимите руку, кто вот сейчас так живет, ждет такого же чувства, как у мужа к вам. И что-то чувствует, что не может дождаться никак. Поднимите. У многих такое. Человек хочет сам любить. Одна моя знакомая говорит, я хочу замуж. Я говорю, понятно. Но у меня что-то странно как-то все. Или я люблю человека, но он меня почему-то не любит. Или меня любит человек, но я его почему-то не люблю. Я говорю, есть причина на это. Но ты сейчас, когда я это скажу, не поймешь, о чем я говорю. Она говорит, ну скажи, скажи. Я говорю, потому что ты сильно хочешь любви и замуж. Ты сильно этого хочешь. Слишком сильно. Так как ты слишком сильно этого хочешь, ты сильно перетягиваешь любовь на себя. И встречаешь таких людей, кто точно так же сильно это хочет. И перетягивает у себя, у тебя любовь на себя. Она говорит, а что делать? Ну я бы хорошо, вот я бы согласилась. И что делать? Я ей сказал, что делать. Только один выход. Научиться любить Бога и успокоиться по отношению к людям. Тогда Бог даст человека, и ты сможешь с ним жить. А если ты этого не можешь сделать быстро, тогда надо принять того, кто тебя любит, даже несмотря на то, что у тебя к нему нет чувств. Женщины не расстраиваются спокойно. Я не буду говорить подробностей. Могу сказать, что в этих отношениях она не справилась с собой. Потому что ей хотелось быстрее всего. А это невозможно. Нужно ждать. Понимаете, разумные женщины должны знать, что если уж говорить на эту тему, то надо знать, что для женщины есть только один путь. Нормально вообще выйти замуж. Один путь. А второй путь вообще очень опасный. Только один путь. Это так себя вести, чтобы тебя полюбили. Кто полюбил? Хороший человек. Потому что когда мужчина полюбит, он добивается отношений. Женщина не будет добиваться отношений. Если женщина полюбила, она теряет себя все сразу. Вот она полюбила, забудьте этого человека. Полюбили кого? Забудьте его. Одна девушка говорит, я люблю молодого человека. Я сразу вопрос. А он ухаживает за вами? Он добивается отношений? Говорит, а он еще об этом не знает? Я говорю, все. Ставьте точку. Забудьте об этом. Это патовая ситуация. Почему? Потому что если вы уже потеряли себя в отношениях с ним, то как тогда он себя потеряет? Другая девушка спросила, Олег Геннадьевич, как выйти замуж? Я говорю, чтобы выйти замуж, надо стать такой сильной, как женщина, чтобы сбить кого-то из мужчин с ног. Сильная означает радостная, самодостаточная, независящая от мужчин. И тогда это красиво означает, девушка. Красиво означает, очень сильно любит людей, всех заботится, самодостаточная и независимая от мужчин. Очень красиво означает. Все будут пытаться как бы ухаживать, заботиться. А ты смотришь, что-то выбираешь. Сильная позиция такая, жительская. И потом кто-то понравился, сразу под ножку ему. Лобнулась этим. И все. Его повело сразу. И дальше надо так себя вести, чтобы он совсем себя не потерял. Ну и с другой стороны, чтобы не забыл. Одна девушка говорит, я что-то отстраняюсь от своего парня, мы с ним встречаемся, что-то он мне уже не пишет. Ну если ты думаешь, что рыбка всегда будет именно на твой крючочек как бы лезть, крючочков много вокруг, червячков тоже. Надо как-то показывать, себя себе давать знать. Иначе ничего не получится. Но сначала надо понять вот эту тему, что если ты сильно замуж хочешь, зависишь от мужчин. Он тебя посмотрел, ты уже сразу себя теряешь. Вообще тогда никогда не выйдешь замуж. Вот посмотрели на тебя, а ты не обращай внимания. Ну, чуть-чуть-то порадуйся за нее. Ну, как правильно, вот как правильно. А если увиделась, все, можешь расслабиться. Ничего не будет. А если что-то получилось, думаешь, что-то странно какой-то. Улов не тот. Это мелкотня все попадает. Если ты сама ведешь себя как мелкотня, тогда и попадаться будет мелкотня. А если ты крупная рыбка такая, самодостаточная, радостная, всех любишь, всех заботишься, себя не теряешь, тогда не мелкотня будет попадаться. Алина Геннадьевич, а как такое стать? Надо продолжать просто. Продолжать. Развиваться как личность. Сильный штангист поднимает, большую штангу, слабый, маленькую. Так и у женщины, когда она служит обо всех, заботится обо всех, забыла про себя в отношениях с людьми. Она становится очень красивой и самодостаточной, потому что в ней хватает так любви в жизни, в отношениях все классно. Но это очень трудно так жить. Легче мечтать. Еще не просто мечтать, а... А еще и торговаться с судьбой. Пытаться в иллюзии жить, понимаете? То есть, в чем иллюзия заключается? А в том, что девушка, она так устроена, что все самое лучшее в ней наружу находится. Все самое лучшее снаружи. А у мужчин все самое лучшее внутри. Вот даже если взять, допустим, в семье ссора, кто... Дети, допустим, мама с папой ругаются. На чьей стороне будут дети? На мамины, потому что она хорошая, папа плохой. Собачка будет на кого гавкать? На папу. Что мужики в отношениях всегда крайние, понимаете? Потому что они хуже, чем женщины. Просто само по себе. Женщины нежнее, ласковее, мягче, вернее, заботливее женщины. И они же это понимают сами, что они такие. А этот, с которым я живу, он чуть не такой ласковый, внимательный, заботливый. А ты собой-то не гордись. Потому что вообще одна останешься без всякого. Потом поймешь, что такого еще надо найти, какой у тебя был. Все остальные еще хуже. Эти женщины часто находятся в иллюзии по отношению к своему восприятию мужчин. Им кажется, что они сильно лучше, потому что у мужчины все самое лучшее скрыто от глаз. И он сам даже об этом не догадывается. А у женщины все самое лучшее снаружи. Оно такая хорошая вся, и вся из себя такая. Будьте осторожны, женщины. Не обольщайтесь собой. Иначе вообще будете обречены на одинокую жизнь. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Нужно свою судьбу почувствовать, понять. Вот кто в тебя влюбляется, вот из них выбирай. Как выбрать? Вот кто из тебя влюбляется, вот такие вот тебе положены. А, любимый, с ним может быть. Может быть, так и есть. Вот. Вот такие тебе положены, только из них есть два варианта всего мужиков. Всего два варианта. Первый вариант это те, которые стремятся развиваться, быть лучше. А второй вариант, которые уже слишком хорошие. Которые слишком хорошие, они больше нравятся. Но они развиваться не будут, а будут деградировать. И это плохо. А те, которые стремятся развиваться, они не такие хорошие. Но они станут хорошими. И вот здесь вот уже не ошибись, выбирая пути. Понимаете? Те, которые развиваются, не сильно нравятся. А вот которые развились и уже как бы... Вот они обычно нравятся. А это Евгений Онегин, почитайте. Знаете? Крутой такой парень-то. А качеств хороших нет, личность оказалась. А замуж вышла за похуже и постарше. А качества хорошие оказались. И она во всем разобралась. Потом, хоть и влюбленность, осталась в того. Влюбленность. Понимаете? Вот как люди идут сильно. Она уже поняла, что с ним не надо связаться с этим человеком. Другу свой пристрелил. Это же капец. Уже поняла все. И все равно осталась влюбленность. Такое сильное это чувство. Оно слепое абсолютно. Слепое. В нем нет никакой логики. Говорила мама мне про любовь обманную. И напрасно тратила слова. Так же, как Олег Геннадьевич. Затыкала уши. Я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Не для того, чтобы у тебя включилась. Если знания не хочешь получать, тогда включится через страдания. Два варианта только в жизни есть. Любовь настоящая. Это не жажда и не ощущение бесконечного наслаждения от человека. Любовь настоящая возникает в результате труда души. Когда человек трудится, когда он... Первое, что в труде надо сделать, принять человека таким, какой он есть. Вот принять, какой есть, какая есть девушка, молодой парень, молодой человек, такая есть. Прими сначала, если ты хочешь любви. А если ты не можешь принять, ну хорошо, такое тоже бывает. Но надо тренироваться, мужчина становится сильнее, чтобы потом другую принять. Потому что я вам по секрету скажу, я за 20 лет в своей лекционной деятельности понял, что они все одинаковые. Других нет. Все такие. Знаете? Все равно придется хоть эту, хоть другую принимать придется. Мужики тоже все одинаковые волнуйтесь. А? Неправда? Кто сказал неправда? Ручку поднимите. Будьте осторожны, потому что вы должны научиться верить в Бога. А своего мужа надо охранять от опасности своим трезвым, а не слепым взглядом. Потому что каждый мужчина при такой мысли может потерять себя. А? Что? Потерялся уже? Поздно, да? На лекцию пришло. Встретились с тобой мы поздно. Чуть ослепло все. Потерял человека. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я, у меня муж святой. Я говорю, здорово. Я рад звать. Она говорит, ну я грешница. Настолько грешная, что он жить со мной не захотел. Меня предупреждал много раз. И нашел себе святую. Ушел. Я говорю, моя дорогая, вы поймите, что святые люди никого не бросают. Они верными остаются на всю жизнь. Это признак и есть признак святости. А если человек считает себя святым рядом с вами, то есть в этом большая проблема. И эту проблему вы сами кормили, как молоком змею. Когда змею кормить своей верой в человека. Не уважением человека. Не добрым чувством в человеку. Не даже восхищением человеку. А верой в человека. Если кормить человека, то он, несомненно, потеряет себя. Несомненно. Поэтому у каждого, потому что у каждого мужчины есть эта слабость. Он не Бог. Ему надо же доверять. Нужно быть верной. Но верить мужчину нельзя. Это ошибочное мышление. Верить надо в Бога. И тогда Бог даст человека хорошего. Вы говорите, есть хороший. Я согласен. Но их можно тоже испортить. В неправильном отношении. Насколько мне хороший достанется. Насколько я могу выдержать. И насколько у меня хватает благочестия, если я делала добрые дела в жизни. Заботилась обо всех. Бог даст хорошего. Но если я не выдержу его, то будет два варианта. Или он ослепнет и уйдет от гордости. Или может произойти какой-то несчастный случай. Потому что когда женщина слепа, она может по-разному потерять человека. Поэтому нужно быть осторожным всегда в этих вопросах. Бог нас защищает, а не человек. А что такое любовь? Давайте послушаем. Любви человек не отгорожен ни от чего. Он любит природу. Он любит других людей. Любовь, она всегда для всех одинакова. Если человек научился любить, он сохранит семью и будет счастлив со всеми. Если он научился любить. Но если он думает, что ему повезло, и он как бы любовь испытывает. Не совершает аскезу ради любви, а испытывает любовь от другого человека. Это иллюзия. Вы поймите, если вы вместе детей растите. Вместе деньги зарабатываете. Вместе наслаждаетесь друг другом и жизнью. Это не дает гарантии, что он не уйдет. Потому что удержать человека в семье может только совесть. А совесть возникает, если человек строит свои отношения с Богом. Потому что совесть это и есть сам Господь. Понимаете? Если у вас Бога в доме нет, вы ему не служите, в своей вере, естественно, в вашей вере. То душевного разговора с человеком не будет. Будете вместе жить, побаиваться, открывать ему сердце. А вдруг он неправильно все поймет. Все, что глубоко в сердце, это скрыто от близкого человека. И такие отношения не называются близкими. Как бы вы их ни называли, они не близкие. И вы этого человека можете в любой момент потерять. Потому что только через близкие отношения любовь живет. Влюбленность живет через секс, через наслаждение друг другом. Она кончается, эта влюбленность, однозначно у всех людей на земле. Всегда. У некоторых медленнее, у некоторых чуть быстрее. Но всегда у всех она кончается, влюбленность. А вот любовь, это не дешевая вещь. Чтобы ее получить в жизни, надо сначала научиться любить природу. Когда человек любит природу, каким он становится? Природа дает человеку силы жить. Здоровье, силы идут от природы. Не любишь природу, не будет сил. Чтобы, если человек, допустим, чувствует вялость, женщина раздражительность, мужчина гневливость, снижена концентрация внимания. Я не могу отдыхать, не могу расслабиться. Я не могу терпеть кого-то. Люди думают, у меня не хватает хорошего качества характера. Нет. У тебя не хватает сил. Эти силы берутся от природы. А силы от природы может тебе дать, если ты ее любишь, понимая, что через нее Бог тебе дает силы, любишь природу. И еще надо на ней жить. То есть двигаться, не только дома двигаться, а побегать на свежем воздухе, покопаться на огороде с радостью. Именно с радостью бегать надо, не пытаться быстрее, а просто с радостью, спокойно. Наслаждая, радуясь природе и людям вокруг. Понимаете? Такой человек может отдавать себя. У него хватает сил. Замечали, что когда с отпуска приезжаешь, допустим, можно жену терпеть какое-то время. Настроение хорошее. Все будет хорошо. Как только силы кончают, сразу вопли, крики. Это означает нехватка сил просто и все. Без энергии, без сил, любви нет. Чтобы любить, надо отдавать любовь. Тогда будет любовь. Не то, что вот мне не тот человек достался. Я не чувствую, Олег Геннадьевич, понимаете, когда тот человек достался, вот тебя трогаешь, трогают, и тебе хорошо. Понимаете, Олег Геннадьевич? Вот это любовь. Вот тебя трогают, тебе хорошо. Вот это любовь. А если тебя трогают, и тебе нехорошо, то это не любовь, Олег Геннадьевич, понимаете? Хоть что вы мне тут на лекции не говорите. Так вот, запомни, женщины, если тебя трогают, и тебе нехорошо, 50% причин, это того, что тебе не хватает просто энергии, природы, и твои чувства, они не могут реагировать. Ты устала просто. Иди, побегай на улице, зарядку поделись, пожелай всем счастья. Добрых людей пригласи домой. Кроме природы, добрые люди еще. Заботься о людях. Вот два человека, допустим, поругались, а на следующий день встреча с друзьями. Они после встречи с друзьями обязательно помирятся. Друзья их наполнили счастьем, они потом после встречи сядут и будут улыбаться. Ну что, все нормально же, да? Ну да. А почему они так сделали? Потому что друзья их наполнили силой. Для того, чтобы любить, нужно иметь силу на это. Это главная причина, почему у нас нет любви. Одна причина – это ожидание. То есть я жду любви, поэтому ее никогда не будет, когда я жду. Все скандалы от этого. А вторая причина – у меня нет сил. Говорит, Олег Геннадьевич, да я бы рад, а у меня просто нет сил. Хорошо. Тогда надо их начать собирать, эти силы. Надо понять, что не все сразу. Вот, допустим, вы пошли в лес, и как бы не аллили, иначе я была в лесу не аллили, что-то. Ну потому что ты его не любишь. У тебя нет вот такого чувства, понимаете? И поэтому ты не наполнишься этой энергией. Чувство возникает в результате практики. Быть может, ты, конечно, лучше всех, но сразу не поймешь, что надо дальше общаться, заботиться о человеке. Как полюбить человека? Вот я живу, не люблю. Как полюбить? Надо ему служить. Когда ты служишь человеку, от него исходит благодарность, через эту благодарность приходит чистота человеческая в твое сердце. Когда ты что-то сделал доброе для человека, не с корыстью, чтобы спасибо сказал, а просто так передают тебе привет просто так. Понимаете? Вот. Тогда у него в сердце появится благодарность. А из этой благодарности выйдет то, за что его можно полюбить. Его божественное качество. У каждого человека он есть. А если ты не хочешь для него просто так вот служить, было бы для кого? Я это понимаю. Но Бог дал вот этого, надо ему вот просто так служить. Вы поймите, что кто-то хотя бы один счастливым должен быть у нас в жизни. Мы же вместе живем, но хотя бы один должен быть счастливым. И вы скажете, Олег Геннадьевич, я так и думаю. А я вам говорю о противоположном мышлении сейчас. Противоположном. То есть не я, а он хотя бы один должен быть счастливым. Вот это называется бескорыстное чувство. И оно рождает благодарность всегда. А корыстное не рождает. Мы тянем любовь на себя, а она не дается нам. Потому что любовь – это энергия Бога. И ее природа – независимость. Если человек бежит за счастьем, счастье от него убегает. И любовь. Если человек отдает всем любовь, любовь сама незаметно в него входит. Но если человек на нее обратил внимание, она убежала. Там надо забыть про себя, постоянно заботиться о близком человеке. Но если он обнаглел, а вы заботились правильно, то вы легко сможете. У вас сам выжившийся недостаточный человек, вы легко можете чуть-чуть подальше быть. И показать ему, что не надо наглеть, если хочешь дальше такой счастливой жизни. Это называется воспитание. Это тоже часть любви. Она нужна, потому что все люди эгоисты по природе. Если вас близкий человек воспитывает, тоже относитесь к этому подобранным, с пониманием.